Клиент всегда прав. Я попросила драники без вкуса картошки. Кухня – это творческий беспорядок или идеальная чистота? Я работала как свинка. На ком повар тестирует новые рецепты? Официанты и баристы отказываются пробовать. Это и не только. Смотрите прямо сейчас. Это Оливье-шоу «Кулинарная программа» на Бобруиск-360. Меня зовут Карина Гуревич, и я ничего не понимаю в еде. Но со мной всегда будут люди, которые точно знают толк в праздничном столе. Сегодня на нашей кухне Мария Сивакова. Повар-кафе – любимое место и кондитер в душе. Привет! Расскажи, что мы сегодня будем готовить. Сегодня мы будем готовить пирог «Елочка» и салат «Женский каприз». Начнем с пирога. Пироги – символ домашнего уюта и изобилия. Историю этого блюда отсчитывают со времен египетского фараона. На гробнице Рамзеса Третьего красуется изображение древней выпечки. Первой начинкой было мясо. С течением времени в каждой стране зародились собственные традиции. К примеру, у славян для каждого случая был свой рецепт. День рождения отмечали с капустной выпечкой и прятали внутри монетку на счастье. А на свадьбу подавали соленый пирог. Что ты доверишь мне? Тебе я доверю натереть сыр на терке. Расскажи мне, почему этот рецепт ассоциируется с Новым годом, с Рождеством, с праздниками. Откуда он у тебя? Этот рецепт я взяла из интернета. Я его нашла в Инстаграме, в Инстаграм-блоге. Получается, этот рецепт я уже готовила неоднократно. Это блюдо переделала его под себя, соответственно, и вот принесла вам. Ваше меню. Кто его создает? Участвуешь ли ты в рецептах? Создаешь ли ты что-то свое? У нас в кафе нет человека, на котором лежит задача приготовить, придумать меню. Это работа команды, повара, администратора и директора. Мы все находим какие-нибудь интересные рецепты, пробуем их, готовим. Если нам что-то не нравится, мы все проделываем под наших гостей. Мы добавляем что-нибудь, придумываем, что может улучшить вкус блюда и уменьшить срок его приготовления. То есть это командная работа. А есть вообще какие-то правила для блюд? То есть он не должен готовиться дольше, полчаса или еще что-то? Да, конечно. Мы смотрим, чтобы блюдо готовилось не больше 20 минут, чтобы наши гости не ждали долго. Чтобы они пришли, быстренько покушали. Мы все приготовили, все было красиво, вкусно и довольные ушли. Насколько вообще сложно работать в кафе? Всегда ли получается угодить клиенту? В кафе работать, естественно, сложно. И мы пытаемся угодить клиенту, гостю нашему. Но не всегда это получается, потому что у каждого свои запросы, так сказать. И у многих гостей не совпадает ожидание и реальность. То есть они хотят видеть, допустим, драники без лука, потому что так их готовила мама. А мы готовим с луком. И у них возникают вопросы, почему вы готовите драники с луком? Видите, они готовятся без лука. То есть мы пытаемся угодить нашим гостям, но это не всегда получается, естественно. Были случаи, когда вам возвращали, ну то есть гость уходил, и тарелка оставалась полной, практически нетронутой? И вообще как к этому относишься? Ну вот волнуют тебя такие вещи? Такое, естественно, бывает. Бывает такое нередко. Раньше я очень переживала, почему так выходит, почему так получается, что гости возвращают блюдо либо наполовину полное, либо полностью заполнена тарелка блюдом. Но сейчас я стараюсь посмотреть на сторону гостя и подумать, почему он вернул блюдо. Возможно, он до этого плотно покушал, и ему уже просто не влазит, так сказать. Возможно, тоже вот не совпало ожидание и реальность, и человек получил не то, что хотел, но вернуть блюдо, чтобы переделали или вернули за него деньги, он не может, потому что, ну, с нашей стороны нет никакой ошибки. Если возвращают блюдо с конкретной претензией, что, допустим, оно там пересолено, или не положили некоторые ингредиенты, или положили не то, что нужно, естественно, мы все переделываем и извиняемся перед гостем и приносим ему уже нормальное блюдо, которое должно быть. А есть у вас, как так сказать, завсегдаты, постоянные клиенты, которые вот чуть ли не каждый день к вам приходят, может быть, берут одно и то же, или пытаются каждый раз что-то новое попробовать? Да, конечно, у нас есть частые гости, которые к нам приходят чуть ли не каждый день, и мы знаем их предпочтения заранее и учитываем их в приготовлении блюд. А есть такое, что к вам приходит клиент и такой, ну, не как всегда? Да, конечно, такое у нас зачастую бывает. Кафе и рестораны плотно закрепились в нашей жизни, но корни этого бизнеса уходят в историю не глубже, чем на 250 лет назад. Первые заведения, какими мы знаем их сегодня, появились лишь в 18 веке. Ресторан, как термин, начинается с 1765-го. Конечно же, он родился в самом центре изысканной кухни – Париже. Особое внимание уделяли внешнему облику – неповторимые фасады и фрески, роскошная мебель и хрустальная люстра. Меню тоже удивляло. Повара создавали сотни блюд, которые приходились по вкусу самым требовательным аристократам. Так, давай возьмем начинку и равномерно распределим ее по нашему треугольничку. Справишься? Давай лучше ты. Как ты, в принципе, пришла в профессию? Как ты стала поваром и почему? Стать поваром не было моей основной целью. Я всю жизнь любила готовить, и в момент, когда нужно было выбирать свою дальнейшую профессию, когда нужно было ехать учиться дальше после школы, я нашла наш торгово-экономический колледж здесь, в Бобруиске, и посмотрела, что он предлагает профессию повар-кондитер. И я решила, что готовить я люблю, профессия всегда востребована, профессия интересная, можно постоянно развиваться и попробовать себя не только поваром-кондитером, но и пойти дальше, и попробовать разные кухни мира, пробовать их в приготовлении и, в принципе, попробовать. Так я и пришла в профессию, и сейчас меня затянуло с головой в эту профессию, мне это очень нравится. Когда в моей семье кто-нибудь хочет что-нибудь вкусненькое, и говорят, ну ты же повар, приготовь. И я такая понимаю, что да, нужно что-то приготовить вкусненькое, и дома я готовлю очень часто. Ну вот, буквально каждый свой выходной я стараюсь приготовить первое, второе, третий компот, и обязательно приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, то есть у нас никогда нет потребности покупать что-нибудь вкусненькое, так сказать. Когда приходишь в любое другое заведение, заказываешь себе какое-то блюдо, насколько ты критична к нему? Я вообще не критична, я не критикую других людей, я могу заметить какие-нибудь ошибки, которые я бы могла не допустить при приготовлении блюда. Но я просто кушаю, мне нравится. Сейчас такой период, да, Новый год, Рождество, праздники, старый Новый год. К этому периоду у вас в кафе какое-то особенное меню, какие-то особенные блюда вы придумываете? У нас есть напитки, которые подходят на осенний-зимний период, как раз-таки на период всех праздников. То есть мы создаем атмосферу людям. Как часто вообще обновляется меню и какая должна быть причина, чтобы меню поменялось? Мы стараемся менять меню как можно чаще, но происходит обычно не так, как мы планируем. В основном раз в три месяца мы меняем меню. Бизнес-ланчи мы меняем намного чаще, конечно. А бывают такие ситуации, что какие-то блюда, ну, блюда настолько часто нравятся гостям, что когда они пропадают, ну, вот прям приходят и верните. Да, такое в основном случается именно с меню бизнес-ланчей. У нас были гости, которые приходили неоднократно, видели новое меню и расстраивались, что убрали их любимую гречку с колбасками, например. Пока готовится наш пирог, мы приступим к салату. В твоей практике, да, за три года были прям необычные клиенты или какие-то ситуации, которые запомнились тебе на всю жизнь? Однажды к нам пришла девушка, которая попросила драники без вкуса картошки. Как умеем, извините, пожалуйста. Это издевательство над гранатом. Издевательство надо мной. Мне доверили самое сложное. Прости, пожалуйста, я его тоже не люблю. Ясно. Когда я готовлю, у меня, может быть, это по итогу и будет вкусно, но 100% обязательно это будет очень грязно. Я заляпаю всю кухню. Я очень люблю... У меня столешница возле окна. Я люблю заляпать шторы. Ты с таким не сталкиваешься, потому что ты все-таки повар. У тебя есть навыки за столько лет. А в начале своего пути я работала как свинка. Я постоянно... У меня было все грязно, все неаккуратно. Я постоянно находилась в горе посуды и с грязными столешницами. Но потом, со временем, естественно, все это я постаралась искоренить, чтобы всегда, даже вот при запаре, когда очень много людей, чтобы у меня всегда было чисто, потому что так удобнее работать. А ты вообще позволяешь дома кому-нибудь помогать тебе на кухне? Или это вот чисто твоя территория, твое пространство? Не лезьте, не помогайте, а сядьте за стол и наслаждайтесь. Да, я сталкивалась с таким, что мне не нравится, когда мне помогают на кухне, потому что я вижу так, а человек, который мне помогает, видит совершенно по-другому. Я могу доверить человеку почистить картошку, натереть картошку, если она мне нужна. Ну, то есть такие грязные работы я могу доверить. Но готовку и уборку нет, я никому не могу доверить. Это моя территория, я не пускаю от него никого. Мне не нравится это, потому что все потом лежит не так, как я хочу. А как часто ты экспериментируешь на своей кухне? То есть новые рецепты какие-то? Дома я стараюсь не экспериментировать, потому что моей семье не нравятся мои эксперименты. Я решаю их лишний раз не травмировать. Вот, поэтому... А на ком ты тогда проводишь эксперименты, если вообще проводишь? На коллегах. То есть ты что-то готовишь новое на работе, и они пробуют? Да, да. А кто обычно пробует? Другие повара или, может быть, там, официанты, бариста? Официанты и бариста отказываются пробовать зачастую, поэтому мне приходится тренироваться на поварах, как бы, вот так. То есть они тебе больше доверяют? Да. Или у них просто выбора не остается? У них нет выбора. Я знаю на личном опыте, что у каждого человека есть профессиональные курьезы. Были ли у тебя такие? Да. Такая одна история у меня была, когда я только пришла в кафе и стала на кухню как самостоятельный сотрудник. Пришла девушка и заказала блинчик. В меню он заявлен как блинчик с семгой и творожным сыром. Я сделала этот блинчик, я отдала красивое блюдо, я была уверена, что все хорошо. Ко мне приходит официантка и говорит, что в блине нет семги. Я стою и думаю, как такое могло получиться, что главный ингредиент я не положила. Я переделала блюдо, мы отнесли его девушке. Слава богу, она отнеслась к этой истории с юмором. Не написала никакую жалобу. Мы перед ней извинились, дали ей небольшой презент от кафе. И все, в принципе, мы и забыли про эту историю. И вот прошло около трех лет, но до сих пор мои коллеги и мой директор вспоминают эту историю, и мы все вместе над ней смеемся. Пирог готов? Да. Пора доставать. Чему ты училась поначалу? Может быть, что для тебя было удивительным, непонятным? С чем ты вообще сталкивалась? Поначалу, когда я пришла в кафе, кафе еще только развивалось, то есть не было такого большого выбора блюд. Я училась делать сэндвичи, пасты и варить супчики. Параллельно повар, который меня учил, учил меня шинковать, нарезать, правильно пользоваться ножом, потому что ножи все острые, и зачастую я просто резала себе пальцы, это было ужасно. Вот он меня учил правильно обращаться с ножом, соответственно, он учил меня выполнять... На, нарезай, пожалуйста, желточки, а я буду натирать пеночки. Он учил меня заниматься сразу несколькими делами, одновременно следить за тем, что творится на плите, следить за тем, как нарезаются у меня салаты, и делать сэндвичи. То есть чтобы я делала сразу несколько блюд, чтобы гости не ждали. И в какой момент ты поняла, что уже достаточно готова к этой работе? То есть сколько времени тебе понадобилось, чтобы привыкнуть к этому темпу, к этому ритму и, в принципе, к этой работе, к этой специальности? Мне хватило буквально двух-трех месяцев, пока я была на практике. Когда я столкнулась со своей первой запарой, прям вот запарой, когда было очень много людей, когда было очень много блюд, я боялась, я боялась того, что я не успею все сделать, все будет не вовремя или все будет некрасиво. Я училась-училась вот эти вот два месяца, и потом уже, когда я поняла, что я спокойно переношу все запары, я спокойно выполняю несколько дел одновременно, тогда, собственно, я и поняла, что я готова стать как самостоятельный сотрудник, одна на кухню, взять на себя такую ответственность. И меня поставили одну на кухню в праздник, это был 9 мая, и я со всем справилась, и, естественно, было немного страшно, было волнение, что все-таки я не справлюсь, подведу людей, но нет, слава богу, у меня все получилось, все было хорошо в этот день, и вот с того дня я могу становиться на кухню как самостоятельный сотрудник, и уже, в принципе, ничего не боюсь. Я работала и на баре, на зале в качестве бармена, бариста, официанта, и работала на кухне. Благодаря этому я могу теперь понимать, где сложнее, потому что у нас зачастую возникают споры о том, что на баре сложнее. Я могу сказать, что на баре с людьми работать действительно сложнее, потому что, опять же, у всех свои характеры, вкусы, предпочтения, кто-то что-то не так услышит, не так поймет, вот это начинается агрессия, то есть тебе постоянно нужно находиться в состоянии, когда ты готов понять любого человека, что ему нужно и как. На кухне же у нас все всегда спокойно, нам приходит заказ, там всегда написано, кому без чего, что добавить, как сделать. То есть у нас все просто. Пришла яичница, ты ее приготовил и отдал. Все, а у девочек на баре общение с людьми идет непрерывно. Это очень тяжело, чисто эмоционально. Спасибо, что пришла, поделилась суперскими рецептами. Я думаю, они подойдут к любому праздничному столу. Спасибо большое, что пригласили. Я очень рада, что вам все понравилось. Это Оливье шоу-кулинарная программа на Бобруйск 360. Сегодня у нас в гостях была Мария Сивакова, повар-кафе, любимое место и кондитер в душе. Все выпуски вы можете найти на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok